Мы в Филадельфии проведем дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Это их первая встреча лицом к лицу в этой президентской кампании. Историческая гонка за президентское кресло была неожиданно изменена всего несколько недель назад, когда президент Байден вышел из гонки после своих последних дебатов. Теперь Дональд Трамп сталкивается с новым оппонентом. Между кандидатами очень малый разрыв. Они практически на равных в национальных опросах и в ключевых колеблющихся штатах, включая Пенсильванию, где мы находимся сегодня. И это самый важный момент этой кампании. Камала Харрис. Вместе мы наметим новый путь вперед. Дональд Трамп. Мы скоро снова станем великой нацией. Лицом к лицу. Историческое событие. Президентские дебаты ABC News в студии Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис. Добрый вечер, я Дэвид Мюэр и спасибо, что присоединились к нам на сегодняшних президентских дебатах ABC News. Мы приветствуем зрителей, смотрящих нас на канале ABC по всему миру. Вице-президент Камала Харрис и президент Дональд Трамп находятся всего в нескольких минутах от выхода на сцену в этой беспрецедентной президентской гонке. Я Линдси Дэвис. Сегодняшняя встреча может стать самым значимым событием их компаний, ведь до дня выборов осталось меньше двух месяцев. Для вице-президента Камалы Харрис это первые дебаты с тех пор, как президент Байден вышел из гонки 12 июля. Конечно, это решение последовало после его дебатов с президентом Дональдом Трампом в июне. С тех пор эта гонка приняла совершенно новую динамику. И это приводит нас к правилам сегодняшних дебатов. 90 минут с двумя рекламными паузами. Никакие темы или вопросы не были заранее известны кандидатам. У кандидатов будет 2 минуты на ответы на вопросы, 2 минуты на опровержения и 1 минута на последующие вопросы, уточнения или ответы. Их микрофоны будут работать только тогда, когда придет их очередь говорить. Заранее подготовленные записи запрещены. Здесь, в этом зале Национального центра Конституции, нет зрителей. Это интимная обстановка для двух кандидатов, которые никогда не встречались. Для нас честь иметь вас здесь сегодня вечером. Мы с нетерпением ожидаем оживленных и содержательных дебатов. Итак, давайте начнем. Сегодня я хочу начать с вопроса, который, по словам избирателей, является их приоритетом номер один. Это экономика и стоимость жизни в этой стране. Вице-президент Харрис, вы были избраны 4 года назад, и ваш оппонент на сцене часто задает своим сторонникам вопрос. Живется ли сейчас лучше, чем 4 года назад? Что касается экономики, вы считаете, что американцам живется лучше, чем 4 года назад? Ну, я выросла в семье среднего класса, и я фактически единственный человек на этой сцене, у которого есть план, направленный на поддержку среднего класса и работающих людей Америки. Я верю в амбиции и стремления мечты американского народа, и именно поэтому я представляю и на самом деле имею план по созданию того, что я называю экономикой возможностей. Потому что вот в чем проблема. Мы знаем, что у нас не хватает домов и жилья, а стоимость жилья слишком высока для слишком многих людей. Мы знаем, что молодым семьям нужна поддержка в воспитании своих детей, и я намерена продлить налоговые льготы для этих семей в размере 6 тысяч долларов в год, что является самым большим налоговым кредитом на детей, который мы предоставляли за долгое время, чтобы эти молодые семьи могли позволить себе купить кроватку, автокресло, одежду для своих детей. Один из моих приоритетов это малый бизнес. Меня и мою сестру на самом деле воспитала наша мать, но была женщина, которая помогала нам. Мы называем ее нашей второй матерью. Она была владельцем малого бизнеса. Я люблю наш малый бизнес. Мой план заключается в вычете налога в размере 50 тысяч долларов для стартапов малого бизнеса, зная, что они являются частью опоры американской экономики. Мой оппонент, с другой стороны, планирует сделать то, что он уже делал раньше, а именно предоставить налоговые льготы миллиардерам и крупным корпорациям, что приведет к увеличению дефицита США на 5 триллионов долларов. Мой оппонент предлагает то, что я называю налогом с продаж Трампа, который составит 20% на повседневные товары, которые вы используете каждый месяц. Экономисты говорят, что этот налог с продаж Трампа приведет к тому, что семьи среднего класса будут платить больше на около 4 тысяч долларов в год из-за его политики и идей о том, что за налоговые льготы для миллиардеров должны платить представители среднего класса. Президент Трамп, у вас две минуты. Прежде всего, у меня нет налога с продаж. Это неверное заявление. Она это знает. Мы вводим тарифы для других стран. Другие страны, наконец-то, после 75 лет будут возвращать нам то, что мы сделали для них. И тарифы будут значительными в некоторых случаях. Я заработал миллиарды и миллиарды долларов, как вы знаете, на китайских тарифах. И текущая администрация никогда не снимала эти тарифы, потому что это были огромные деньги, и они не могли от них отказаться. Это бы полностью разрушило все, что они задумывались сделать. Они получают миллиарды долларов от Китая и других стран, потому что они оставили мои тарифы. Когда я ввел эти тарифы, у нас не было инфляции. Посмотрите, теперь у нас ужасная экономика из-за инфляции, которая, по сути, известна как разрушитель стран. Она разрушает страны. У нас инфляция, какой почти никто раньше не видел. Вероятно, худшая в истории нашей страны. Очень скромные оценки 21% инфляции, но многие вещи выросли на 50, 60, 70, 80% по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад. Это катастрофа для людей, для среднего класса, для всех остальных классов. Кроме того, у нас миллионы людей, которые вторгаются в нашу страну из тюрем и психиатрических учреждений. И они занимают наши рабочие места. Это в основном афроамериканцы и испаноязычные, а также профсоюзы. Профсоюзы вскоре будут затронуты ими. И вы видите, что происходит. Вы видите, что происходит с городами по всей территории США. Посмотрите на Спрингфилд, Огайо. Посмотрите на Аврору в Колорадо. Они захватывают города, они захватывают здания, они заходят насильственно. Это те люди, которых она и Байден впустили в нашу страну. И они разрушают нашу страну. Они опасны. Уровень их криминальной активности самый высокий. И нам нужно их выгнать. И нам нужно выгнать их быстро. Я создал одну из величайших экономик в истории нашей страны. И я сделаю это снова. И даже лучше. Мы еще обсудим иммиграцию и безопасность границы во время этих дебатов. Но я хочу дать вице-президенту Харрис возможность ответить на вопрос об экономике. С удовольствием. Давайте поговорим о том, что оставил нам Дональд Трамп. Дональд Трамп оставил нам самую высокую безработицу со времен Великой депрессии. Дональд Трамп оставил нам самую страшную эпидемию за последние столетия. Дональд Трамп оставил нам самую страшную атаку на нашу демократию со времен гражданской войны. И то, что мы сделали, это убрали мусор за Дональдом Трампом. Что я намерен сделать, это строить экономику на основе того, что мы знаем о стремлениях и надеждах американского народа. Но я скажу вам всем, на этих дебатах сегодня вечером вы услышите тот же старый, уставший сценарий с кучей лжи, обид и оскорблений. Сегодня вечером вы услышите подробный и опасный план под названием «Проект 2025», который бывший президент намерен реализовать, если будет избран снова. Я глубоко убеждена, что американцы хотят видеть президентом того, кто понимает важность объединения нас, зная, что у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет. И я обещаю быть президентом для всех американцев. Президент Трамп, я даю вам минуту на ответ. Во-первых, как она знает и как знаете вы, я не имею никакого отношения к «Проекту 2025». Я не читал его, я не намерен его читать и не собираюсь его читать. «Проект 2025» — это группа людей, которая собралась и придумала какие-то идеи. Возможно, хорошие, возможно, плохие, но это не имеет значения. Я к этому не причастен. Все знают, что я открытая книга. Все знают, что я собираюсь сделать значительно снизить налоги и создать великую экономику, как я уже делал. У нас была величайшая экономика. Мы столкнулись с пандемией, и пандемия была не похожа ни на что с 1917 года, когда погибло 100 миллионов человек. Ничего подобного с тех пор не было. Мы справились с пандемией феноменально. Мы передали им страну, где экономика и фондовый рынок были выше, чем до начала пандемии. Никто никогда не видел ничего похожего. Мы производили ИВЛ для всего мира. Мы делали халаты, мы делали маски. Мы сделали то, что остальные считали невозможным. И люди благодарят меня за восстановление нашей армии. Они благодарят за многие вещи, но недостаточно за ту отличную работу, которую мы сделали с пандемией. Единственные рабочие места, которые создала текущая администрация, — это восстановленные после пандемии места. Они улучшили их статистику, но это я был тем, кто их создал. Они это знают, и все остальные тоже. Вице-президент Харрис, я даю вам слово. У Дональда Трампа нет плана для вас. И когда вы посмотрите на его экономический план, он состоит лишь из налоговых льгот для самых богатых людей. Я предлагаю то, что описываю как экономику возможностей. И лучшие экономики нашей страны, если не мира, оценили наши планы на будущее Америки. Голдман Закс заявили, что план Дональда Трампа ухудшит экономику. Мой план укрепит экономику. Школа Уортон заявила, что план Дональда Трампа фактически вызовет рост дефицита. 16 нобелевских лауреатов описали его экономический план как то, что увеличит инфляцию и к середине следующего года приведет к рецессии. Вам просто нужно посмотреть, где мы находимся и какие у нас позиции по этим вопросам. Я хочу, чтобы вы знали, у Дональда Трампа на самом деле нет плана для вас. Потому что он больше заинтересован в защите себя, чем в заботе о вас. Это просто пустые слова. Послушайте, я учился в Уортон Скулов Финанс. И многие из этих профессоров, а это лучшие профессора, считают мой план блестящим. Это великий план. Это план, который повысит нашу ценность как страны. Он заставит людей захотеть работать и создавать рабочие места и зарабатывать солидные деньги для нашей страны. В завершение. У нее нет плана. Она скопировала план Байдена под названием «Беги на месте». План «Давайте постараемся снизить налоги». У нее нет плана. Посмотрите на ее план. У нее ничего нет. Господин президент, я хочу углубиться в то, о чем вы оба упомянули. Вице-президент упомянула ваши тарифы. Вы ответили. Не давайте углубимся в это, потому что ваш план, по ее словам, по сути является национальным налогом с продаж. Ваше предложение предусматривает введение тарифов, как вы здесь упомянули, на иностранный импорт по всему спектру товаров. Вы недавно заявили, что можете удвоить свой план, введя тарифы до 20% на товары, поступающие в страну. Как вы знаете, многие экономисты говорят, что при таких тарифах затраты перекладываются на потребителя. Вице-президент Харрис утверждает, что это приведет к повышению цен на бензин, продукты питания, одежду и медикаменты. Как вы считаете, американцы могут позволить себе более высокие цены из-за этих тарифов? У них не будет более высоких цен. Что произойдет, так это то, что более высокие цены будут в Китае и во всех странах, которые на протяжении многих лет обкрадывали нас. Я был единственным президентом, который взымал сотни миллиардов долларов с Китая. И так же поступали и другие страны. И знаете, если ей это не нравится, они должны были выйти и немедленно снять мои тарифы. Но эти тарифы остаются уже 3,5 года при их администрации. Мы будем зарабатывать миллиарды долларов, сотни миллиардов долларов. У меня не было инфляции, практически не было. У них была самая высокая инфляция, возможно, в истории нашей страны. Я никогда не видел худшего периода времени. Люди не могут купить ни хлопья, ни бекон, ни яйца, ни что-то еще. Люди нашей страны буквально умирают из-за того, что они сделали. Они разрушили экономику. И все, что вам нужно сделать, это взглянуть на опросы. Опросы показывают, что 80, 85 и даже 90% говорят, что экономика Трампа была великолепной, а их экономика ужасная. Вице-президент Харрис, я хочу услышать ваш ответ. И вы слышали, что сказал президент Трамп? Администрация Байдена действительно сохранила ряд тарифов Трампа. Давайте проясним, что администрация Трампа привела к торговому дефициту, одному из самых высоких, которые мы когда-либо видели в истории Америки. Он начал торговые войны. Вы хотите поговорить о его сделке с Китаем? Что он в итоге сделал? При администрации Дональда Трампа он начал продавать американские микросхемы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать армию. По сути, продал нас. Политика по отношению к Китаю должна быть такой, чтобы обеспечить победу США в конкуренции за 21 век. Что означает фокусирование внимания на деталях того, что для этого необходимо? Сосредоточиться на отношениях с нашими союзниками. Фокусироваться на инвестициях в американские технологии, чтобы мы выиграли гонку в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Фокус на том, что нам нужно сделать, чтобы поддержать американскую рабочую силу, чтобы мы не оказались в невыгодном положении в отношении прав рабочих. Но что сделал Дональд Трамп? Давайте поговорим об этом в контексте ковид. Он на самом деле поблагодарил президента Китая за то, что он сделал во время ковида. Посмотрите на его твит. Спасибо, президент Си, восклицательный знак, за непредоставление нам данных о происхождении ковида. Президент Трамп, я позволю вам ответить. Прежде всего, они покупали свои микрочипы на Тайване. Мы почти не производим чипы из-за такой философии и политики, как у текущей администрации. Я не говорю у нее, потому что у нее вообще нет своей политики. Все, во что она верила три или четыре года назад, уже не имеет значения. Теперь она придерживается моей философии, и на самом деле я собирался отправить ей кепку с надписью «Мага». Она перешла к моей философии, но если она когда-нибудь будет избрана, она ее изменит, и это будет конец нашей страны. Она марксистка. Все знают, что она марксистка. Ее отец марксистский профессор экономики, и он хорошо ее обучил. Но когда вы посмотрите на то, что она сделала с нашей страной, и когда вы посмотрите на эти миллионы-миллионы людей, которые ежемесячно врываются в нашу страну, я думаю, это уже 21 миллион человек, а не 15, как говорят другие. Хотя нет, я думаю, это число еще больше. Это больше, чем население штата Нью-Йорк. И просто посмотрите, что они делают с нашей страной. Они преступники. Многие из этих людей, которые к нам лезут, преступники. Это тоже плохо сказывается на нашей экономике. Вы упомянули ранее, что мы поговорим про эмиграцию позже, но плохая эмиграция – это худшее, что может случиться с нашей экономикой. Они, и она в том числе, уничтожили нашу страну с помощью политики, которая является безумной. Такое ощущение, что они ненавидят нашу страну. Президент Трамп, спасибо. Я хочу перейти к вопросу об абортах. Президент Трамп, вы часто упоминали, что смогли отменить решение по делу Роу против Уэйда в прошлом году. Вы сказали, что гордитесь тем, что были самым прожизненным президентом в истории США. Но в прошлом месяце вы заявили, что ваше правление будет прекрасным для женщин и их репродуктивных прав. В вашем родном штате, Флорида, вы удивили многих, поддержав запрет на аборты на шестой неделе. Хотя изначально заявляли, что этот срок слишком короткий. И говорили, цитирую, «Я буду голосовать за то, чтобы срок был больше шести недель». Но на следующий же день вы изменили свое мнение и заявили, что поддержите запрет на аборты на шестой неделе. Вице-президент Харрис говорит, что женщины не должны вам доверять в вопросе абортов, потому что вы слишком часто меняете свое мнение. Почему они должны вам доверять? Есть причина, по которой я провожу это голосование. Она заключается в том, что, как вы знаете, у них есть планы абортов на девятом месяце. Они даже говорят, и яркий пример этому, экс-губернатор Западной Вирджинии, предыдущий, не нынешний, который делает отличную работу, что ребенок может быть уже рожден, и тогда мы уже решим, что с ним делать. Иными словами, мы казним ребенка. Вот почему я сделал это, потому что они радикалы, демократы радикальны в этом вопросе. И ее кандидат в вице-президенты, который, по моему мнению, является ужасным выбором для нашей страны, потому что он действительно не в себе. Но ее кандидат говорит, что аборт на девятом месяце, это абсолютно нормально. Он также говорит, что казнь после рождения, это тоже нормально. Это уже не аборт, потому что ребенок родился. Но для них это допустимо. Для меня это неприемлемо. Поэтому и было проведено голосование. Но то, что я сделал, это то, к чему они якобы стремились 52 года, чтобы передать решение по делу Роу против Уэйда на уровень штатов. И благодаря гениальности, сердечности и силе шести судей Верховного Суда, мы смогли это сделать. Я верю в исключение для абортов, в случае изнасилования, инцеста и угрозы жизни матери. Я твердо верю в это. Рональд Рейган тоже поддерживал это. 85% республиканцев поддерживают исключение. Это очень важно. Но мы смогли это сделать. И теперь штаты сами голосуют по этому вопросу. Вы увидите это впервые. Смотрите, это вопрос, который разрывал нашу страну на протяжении 52 лет. Каждый юридический ученый, каждый демократ, каждый республиканец, либерал, консерватор, все они хотели, чтобы решение по этому вопросу вернулось к каждому штату, где люди сами могли бы голосовать. И это произошло. В Агайо голосование было несколько либеральным. В Канзасе голосование тоже было несколько либеральным. Гораздо более либеральным, чем люди могли подумать. Но каждый отдельный штат теперь сам голосует. Теперь это воля народа. Это больше не связано с федеральным правительством. Я оказал большую услугу стране, сделав это. Для этого потребовалось мужество. И Верховный суд проявил большое мужество, сделав это. И я выражаю огромное признание этим шести судьям. В этой стране нет ни одного штата, где было бы законно убить ребенка после его рождения. Госпожа вице-президент, я хочу услышать ваш ответ на слова президента Трампа. Как я уже говорила, вы услышите кучу лжи. И это не является неожиданным фактом. Давайте поймем, как мы пришли к этому. Дональд Трамп лично отобрал трех членов Верховного суда США с намерением, чтобы они отменили защиту, предоставляемую решением по делу Роу против Уэйда. И они сделали именно то, что он хотел. И теперь в более чем 20 штатах действуют запреты на аборты, введенные Трампом, которые делают преступлением для врача или медсестры оказание медицинской помощи. В одном штате за него наказывают по жизненным заключениям. Запреты на аборты от Трампа не предусматривают исключений даже в случаях изнасилования и инцеста. И нужно понимать, что это значит. Человек, переживший преступление, посягательство на свое тело, не будет иметь право принимать решение о том, что будет с его телом дальше. Это аморально. И не нужно отказываться от своей веры или глубоких убеждений, чтобы согласиться с этим. Правительство и Дональд Трамп, в том числе, не должно указывать женщине, что ей делать со своим телом. Я разговаривала с женщинами по всей стране. Вы хотите сказать, что они хотели именно этого? Беременная женщина, которая хочет доносить беременность до срока, страдает от выкидыша, но ей отказывают в помощи, в отделении неотложной помощи, потому что медработники боятся, что их посадят в тюрьму. И она истекает кровью в машине на парковке. Она этого хотела? Ее муж этого хотел. 12 и 13-летнюю жертву инцеста заставляют вынашивать беременность. Они этого хотели? Я обещаю вам, что когда Конгресс примет законопроект, возвращающий защиту Роу против Вейда, как президент США, я с гордостью подпишу его. Но поймите, если Дональд Трамп будет переизбран, он подпишет национальный запрет на аборты. Поймите, в его проекте 2025 будет существовать национальный монитор абортов, который будет следить за вашими беременностями и выкидышами. Я думаю, американский народ считает, что некоторые свободы, в частности, свобода принимать решения относительно собственного тела, не должны определяться правительством. Спасибо, вице-президент Харрис. Ну вот, опять она. Это ложь. Я не подпишу запрет. И нет причин подписывать запрет, потому что мы получили то, чего хотели. Все хотели. Демократы, республиканцы и все остальные. И каждый ученый-юрист хотел, чтобы решение принимали штаты, и штаты теперь сами голосуют. Возможно, это займет немного времени, но на протяжении 52 лет этот вопрос разрывал нашу страну на части, и они хотели вернуть его в штаты. И я сделал то, что считалось невозможным. Теперь штаты голосуют. То, что она говорит, абсолютная ложь. Что касается запрета абортов, то нет, я не поддерживаю запрет абортов. Но теперь это не имеет значения, потому что этот вопрос решает отдельные штаты. Вы бы наложили вето на национальный запрет абортов, если бы он попал к вам на стол. Мне не придется, потому что, опять же, есть две вещи. Во-первых, она сказала, что вернется в Конгресс с этим законопроектом, но она никогда не получит голоса. Она не сможет получить голоса, особенно сейчас, когда в Сенате и Плате представителей 50 на 50 от двух партий. Она не получит голоса. Она даже не приблизится к этому. Так что это просто разговоры. Знаете, что мне это напоминает? Когда они сказали, что собираются простить студенческие кредиты, а в итоге это обернулось полной катастрофой. А потом ее, я думаю, ее босс, если его можно назвать боссом, ведь он все свое время лежит на пляже. Но ее босс вышел и сказал, мы сделаем это снова, но теперь по-другому. Но его предложение снова отклонил Верховный суд. Так что всех этих студентов стали дразнить, рассказывая о прощении кредитов и о том, как несправедливо это было. Отчасти из-за того, что они проиграли. Несправедливо для миллионов и миллионов людей, которым пришлось выплачивать свои студенческие кредиты, а они получили их не бесплатно. Но они говорили об этом так же, как сейчас они говорят об абортах. Вы бы могли ответить, да или нет, потому что Джей Ди Вэнс говорит, что вы наложите вето, если этот законопроект попадет к вам на стол. Но я не обсуждал это с Джей Ди, если честно. Я не возражаю, если он придерживается определенной точки зрения, но я думаю, что он говорил от моего имени, но я сам ничего не говорил. Послушайте, нам не нужно это обсуждать, потому что она никогда не сможет продвинуть этот законопроект. Как она не смогла отменить студенческие кредиты, они даже не приблизились к этому. Они издевались над студентами и многими другими людьми, у которых были кредиты. Но они никогда не смогут получить принятие этих законопроектов. Так что не важно, что она говорит о том, что собирается в Конгресс. Замечательно, давайте пойдем в Конгресс. Сделайте это. Но дело в том, что они годами якобы хотели убрать право Конгресса и федерального правительства решать этот вопрос. Но именно мы сделали то, о чем все говорили, что это невозможно сделать. И теперь у вас есть народное голосование по вопросу абортов. Вице-президент Харрис, я хочу дать вам время для ответа, но хочу спросить, поддерживаете ли вы какие-либо ограничения прав женщин на аборт? Я абсолютно поддерживаю восстановление защиты, предусмотренной законом Роу против Уэйда. И как вы правильно заметили, нигде в Америке женщина не донашивает ребенка до конца и не просит об аборте. Этого не происходит. Это оскорбительно для женщин Америки. И поймите, к чему приводит запрет абортов, введенный Дональдом Трампом. Парам, которые молятся и мечтают о семье, отказывают в ЭКО. Вот что происходит в нашей стране. Работающие люди, работающие женщины, которые работают на одной или двух работах, которые и так едва могут позволить себе уход за ребенком, вынуждены ехать в другой штат, садиться в самолет рядом с незнакомыми людьми, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Они едва смогут себе это позволить. И то, через что вы заставляете их пройти, просто бессовестно. Большинство американцев верят в право женщины принимать решения относительно своего тела. И именно поэтому в каждом штате, где этот вопрос выносился на голосование, как в красном, так и в синем, жители Америки проголосовали за свободу. Вице-президент... Извините, я должен ответить. Еще одна ложь. Это еще одна ложь. Я был лидером в области ЭКО, то есть оплодотворения. Я был лидером. Когда суды Алабамы вынесли крайне негативное решение по ЭКО, я увидел, что жители Алабамы и законодательное собрание через два дня проголосовали против его принятия. Я был лидером в этом вопросе. Они это знают и все остальные тоже. Я был лидером в вопросах оплодотворения и ЭКО. Вы должны спросить, разрешит ли она аборты на восьмом, девятом, седьмом месяце? Хорошо, вы бы сделали это. Почему бы вам не задать ей этот вопрос? В этом-то и проблема. Потому что, согласно закону Роу против Уэйда, вы можете делать аборты на седьмом, восьмом, девятом месяце и, возможно, после рождения. Просто посмотрите на губернатора, бывшего губернатора Вирджинии. Губернатор Вирджинии сказал, мы откладываем ребенка в сторону, а потом решаем, что нам с ним делать. Теперь мы перейдем к иммиграции и безопасности границ. Мы знаем, что этот вопрос важен для республиканцев, демократов и избирателей по всей стране. Вице-президент Харрис, президент Байден поручил вам разобраться с причинами миграции из Центральной Америки. Мы знаем, что при администрации Байдена число нелегальных пересечений границы достигло рекордного уровня. В июне этого года президент Байден ввел новые жесткие ограничения на предоставление убежища. Мы знаем, что с тех пор их количество значительно снизилось. Но сегодня я задаю вам вопрос, почему администрация ждала шесть месяцев до выборов, чтобы начинать действовать. И поступили бы вы в этом случае иначе, чем президент Байден. Итак, я единственный человек на этой сцене, который преследовал транснациональные преступные организации за торговлю оружием, наркотиками и людьми. И позвольте мне сказать, что Конгресс США, включая некоторых наиболее консервативных членов Сената, разработал законопроект о безопасности границы, который я поддержала. Этот законопроект позволил бы разместить на границе еще 1500 пограничных агентов, чтобы помочь тем людям, которые уже работают там сверхурочно, пытаясь выполнить свою работу. Это позволило бы нам остановить поток фентанила, поступающего в США. Я знаю, что сегодня на экране очень много семей, которые лично пострадали от резкого увеличения количества фентанила в нашей стране. Этот законопроект позволил бы нам выделить больше ресурсов для преследования транснациональных преступных организаций за торговлю оружием, наркотиками и людьми. Но знаете, что случилось с этим законопроектом? Дональд Трамп взял телефон, позвонил нескольким людям в Конгрессе и сказал, закройте этот законопроект. И знаете почему? Потому что он предпочитает работать над проблемой, а не решать ее. И поймите, это происходит в то время, когда народу нашей страны нужен лидер, который занимается решениями, который действительно решает существующие проблемы. Но в лице бывшего президента мы имеем человека, который предпочитает заниматься проблемами, а не решать их. И вот что я вам скажу. Сегодня вечером он будет много говорить про эмиграцию, даже когда эта тема не поднимается. И я собираюсь сделать нечто действительно необычное и пригласить вас посетить один из митингов Дональда Трампа. Потому что за этим действительно интересно наблюдать. Вы увидите, что во время своих выступлений он говорит о вымышленных персонажах, таких как Ганнибал Лектор. Он будет говорить о том, что мельницы вызывают рак. И что вы также заметите, так это то, что люди начинают покидать его митинги раньше времени от усталости и скуки. И я скажу вам, что единственное, о чем вы не услышите от него, это вы. Вы не услышите, чтобы он говорил о ваших потребностях, ваших мечтах и ваших желаниях. И я скажу вам, я верю, что вы заслуживаете президента, который действительно поставит вас на первое место. И я обещаю вам, что так и будет. Вице-президент Харрис, спасибо. Президент Трамп, я хочу услышать ваш ответ по этому вопросу. Позвольте спросить, почему вы пытались закрыть этот законопроект, причем успешно, который позволил бы разместить тысячи дополнительных агентов и офицеров на границе? Прежде всего, позвольте мне ответить на вопрос о митингах. Она сказала, что люди начинают уходить, но люди не ходят на ее митинги. Нет причин ходить. А тех, кто ходит, она привозит автобусами, платит им за присутствие и показывает их в другом свете. Поэтому она не может говорить об этом. Люди не уходят с моих митингов. У нас самые большие митинги, самые невероятные в истории политики. Это потому, что люди хотят вернуть свою страну. Наша страна потеряна. Мы терпящая бедствие нация. И это произошло три с половиной года назад. И то, что здесь происходит сейчас, приведет к Третьей мировой войне. Вот что они сделали с нашей страной, позволив миллионам людей приезжать сюда. Посмотрите, что происходит в городах по всей Америке. Многие города не хотят говорить об этом. Не только Аврора или Спрингфилд. Многие города не хотят говорить, потому что им стыдно. В Спрингфилде они едят собак. Люди, которые туда приехали, едят кошек. Они едят домашних животных, тех, кто там живет. И вот, что происходит в нашей стране. И это позор. Что касается митингов, то люди идут на них, потому что им нравится то, что я говорю. Они хотят вернуть нашу страну. Они хотят сделать Америку великой снова. Это очень простая фраза, сделать Америку великой снова. Она разрушает эту страну. Если она станет президентом у этой страны, не будет шансов на успех. Более того, мы станем Венесуэлой на стероидах. Я хочу уточнить. Вы сказали про Спрингфилд, Огайо. И новостной канал ABC News связался с управляющим города. Он сказал нам, что нет достоверных сообщений о том, что домашние животные были убиты, ранены или подверглись жестокому обращению со стороны мигрантов. Люди по телевизору говорили, что мою собаку забрали и использовали в пищу. Возможно, управляющие говорят так, потому что им так нужно говорить. Я не беру это с телевидения. Я беру это от управляющего города. Но люди говорят, что их собаку съели эмигранты. Опять же, управляющий города Спрингфилд говорит, что нет никаких доказательств этому. Вице-президент Харрис, я позволю вам ответить на все, что вы услышали. Вы говорите о крайностях. Знаете, это, как мне кажется, одна из причин, почему на этих выборах я получила поддержку 200 республиканцев, которые ранее работали с президентом Бушем, Митом Ромни и Джоном Маккейном, включая поддержку бывшего вице-президента Дика Чейни и члена Конгресса Лиз Чейни. И если вы действительно хотите узнать внутреннюю сторону того, кто такой бывший президент, если вам это еще не стало ясно, просто спросите людей, которые работали с ним. Его бывший начальник штаба, четырехзвездный генерал, сказал, что он испытывает презрение Конституции Соединенных Штатов. Его бывший советник по национальной безопасности сказал, что Трамп опасен и не способен. Его бывший министр обороны сказал, что республика не переживет еще один срок Трампа. И когда мы слышим подобную риторику, когда вопросы, которые касаются американского народа, не решаются, я думаю, что выбор на этих выборах очевиден. Президент Трамп у вас минута на ответ. Спасибо. Потому что, понимаете, я другой человек. Я уволил большинство этих людей. Не так уж и благородно, но они делали плохие вещи или плохо справлялись с работой. Я их уволил. Они же не уволили ни одного человека. Они никого не уволили по поводу Афганистана и талибов и 13 солдат, которые были жестоко убиты. Я же познакомился с их родителями и семьями. Они никого не уволили. Они должны были уволить всех этих генералов, всех этих высших должностных лиц, потому что это была одна из самых некомпетентно управляемых ситуаций, которые кто-либо когда-либо видел. Когда кто-то плохо справляется с работой, я его увольняю. Вот возьмите Эспора, он был бесполезен, я его уволил. Так он теперь пишет книгу обо мне. Еще один пишет книгу, потому что обо мне можно писать книги, а о других нельзя. Но они проделали такую плохую работу и никого не уволили за косяки. Посмотрите на экономик, посмотрите на инфляцию. Они не уволили ни одного из своих экономистов. У них работают все те же люди. Это хороший способ избежать написания книг о тебе. В завершение я получил больше голосов, чем любой другой республиканец в истории с большим отрывом. На самом деле я получил больше голосов, чем любой действующий президент в истории с большим отрывом. Давайте продолжим обсуждение миграции. Это то, о чем вы хотели поговорить ранее. Так что вернемся к вашему предложению о депортации, на которое вице-президент уже отреагировала. Президент Трамп, вы назвали это крупнейшей внутренней операцией по депортации в истории нашей страны. Вы сказали, что будете использовать национальную гвардию. Вы сказали, что если ситуация выйдет из-под контроля, вы без колебаний задействуете вооруженные силы США. Вы также сказали, что будете использовать местную полицию. Как вы собираетесь депортировать 11 миллионов нелегалов? Я знаю, вы считаете это число гораздо больше. Да, их число гораздо больше из-за них. Они позволили преступникам, многим-многим миллионам преступникам, они позволили террористам, позволили обычным уличным грабителям, они позволили людям, наркоторговцам войти в нашу страну. И теперь они здесь, в США, а их страны, такие как Венесуэла, говорят им, никогда не возвращайтесь, иначе мы вас убьем. Знаете ли вы, что преступность в Венесуэле и в других странах по всему миру резко снизилась? Знаете почему? Потому что они вывели своих преступников с улиц и отправили к нам, к ней, чтобы они были в нашей стране. И это будет одной из величайших ошибок в истории, если им позволят достаться. И я думаю, что они, вероятно, сделали это, потому что думают, что получат голоса. Но это того не стоит, потому что они разрушают основу нашей страны тем, что они сделали. Никогда не было ничего подобного, они разрушили фундамент нашей страны. Миллионы людей впущены, и по всему миру преступность снижается, за исключением Америки. Здесь преступность растет и выходит за рамки разумного. Несмотря на их мошеннические заявления, преступность в этой стране выходит за рамки разумного. У нас появился новый вид преступности, преступления мигрантов. И это происходит в таких масштабах, которые никто не считал возможным. Президент Трамп, как вам известно, ФБР заявляет, что уровень насильственных преступлений в целом снижается в этой стране. Но извините, ФБР мошенничает. Они сделали мошеннические заявления. Они не включили в статистику худшие города, не включили города с самой худшей преступностью. Это было мошенничество, как и их цифра 818 тысяч рабочих мест, которые, по их словам, не создали, оказалось ложью. Президент Трамп, спасибо, я позволю вам ответить, вице-президент Харрис. Но я думаю, что это так иронично, когда это исходит от человека, который был привлечен к ответственности за преступления против национальной безопасности, экономические преступления, вмешательства, выборы, был признан ответственным за сексуальное насилие. И его следующее крупное судебное заседание состоится в ноябре на его собственном уголовном приговоре. И давайте будем откровенны. Кто и какую позицию занимает в вопросе о важности уважения верховенства закона и уважения к правоохранительным органам? Бывший вице-президент призывал к сокращению финансирования федеральных правоохранительных органов на 45 тысяч агентов на следующий же день после того, как его обвинили по 34 уголовным статьям. Так что давайте поговорим о том, что важно в этой гонке. Важно двигаться вперед, перевернуть страницу этой старой, устаревшей риторики и заняться нуждами американского народа. Заняться тем, что нам нужно сделать, чтобы решить проблему нехватки жилья. У меня есть план для этого. Поддержать наши малые предприятия, снизить цены на продукты питания. Но, честно говоря, американский народ уже устал от этой старой, затхлой тактики. Вице-президент Харрис, спасибо. Извините, все эти дела были начаты ими против их политического оппонента. И я выигрываю большинство из них. И я выиграю остальные в апелляции. И вы видели это на примере решения, которое недавно вынес Верховный суд. Я выигрываю большинство из этих дел, но их дела это оружие. Такого в нашей стране еще не было. Они использовали Министерство юстиции как оружие. Все эти дела были связаны с Миньюстом от Атланта и Фанни Уиллис до генерального прокурора Нью-Йорка и окружного прокурора Нью-Йорка. И потом они говорят, о, он преступник. Это они заставили суды преследовать меня. Кстати, Джо Байден был практически признан виновным по делу о документах. А что случилось с моим делом о документах? Они говорили, что это самое сложное дело, но я одержал полную абсолютную победу. Два месяца назад это дело отклонили. Это использование системы как оружие, и они использовали ее как оружие. Такого никогда не было в нашей стране. Они использовали эти поддельные дела, чтобы попытаться выиграть выборы. Президент Трамп, спасибо. Вице-президент Харрис, быстрое возражение по поводу использования Минюста как оружие. Но давайте поговорим об экстремизме и поймем контекст, в котором проходят выборы 2024-го. Верховный суд США недавно постановил, что бывший президент по сути будет защищен от любого неправомерного поведения, если снова будет выбран президентом. Поймите, что это тот человек, который открыто говорил, что он отменит, я цитирую, Конституцию США, что он будет использовать Минюст против своих политических врагов. Тот, кто открыто выражал презрение к членам нашей армии. Поймите, что будет, если Дональд Трамп вернется в Белый дом без каких-либо ограничений. Потому что мы тогда точно знаем, что в таком случае суд его не остановит. Мы знаем, что Джей Ди Вэнс его не остановит. Остановить его должны американцы. Спасибо, Линдси. Я хочу сказать про випонизацию. Это они превратили Минюст в оружие, не я. Она превратила его в оружие. Я буквально принял пулю в голову Вы говорили, что я угроза демократии, а не угроза для демократии и их фальшивым Россия-Россия-Россия расследованием, которое зашло в тупик. Вице-президент Харрис, во время своей последней предвыборной кампании вы говорили, что хотите запретить фрекинг. Теперь вы хотите запретить. Вы хотели обязательной государственной программы выкупа штурмового оружия. Теперь ваша компания говорит, что это не так. Вы поддерживали идею декриминализации пересечения границ. Теперь вы занимаете более жесткую позицию. Я знаю, вы говорите, что ваши ценности не изменились. Тогда почему так много ваших политических позиций изменились? Мои ценности не изменились и я собираюсь обсудить каждый из ваших пунктов. По крайней мере некоторые из них. Но в частности, давайте поговорим о фрекинге, потому что мы находимся здесь в Пенсильвании. Я ясно дала понять это еще в 2020-м. Я не буду запрещать ГРП. Я не запрещала ГРП, будучи вице-президентом США. И вообще, я была решающим голосом при принятии закона о снижении инфляции, который открывал новые участки для ГРП. Моя позиция заключается в том, что мы должны инвестировать в различные источники энергии, чтобы уменьшить нашу зависимость от иностранной нефти. Мы добились самого большого в истории роста добычи нефти внутри страны, благодаря тому, что мы не можем чрезмерно полагаться на иностранную нефть. Это относится к моим ценностям. Позвольте мне сказать вам, что я выросла в семье среднего класса, воспитанная трудолюбивой матерью, которая работала и экономила и смогла купить наш первый дом, когда я была подростком. Это ценности, которые я разделяю. Мне не вручали на золотом блюдечке 400 миллионов долларов, и я не подавала на банкротство шесть раз подряд. Мои ценности это работать с частным сектором и строителями домов, чтобы увеличить количество домов на 3 миллиона, увеличить жилье на 3 миллиона домов к концу моего первого срока. Моя работа, связанная с тем, что в школьные годы у меня была подруга, которая подверглась сексуальному насилию со стороны отчима. И тогда я сосредоточилась на защите женщин и детей от насилия. Моя работа основана на глубоко укоренившемся убеждении, что важно встать на защиту тех, кто наиболее уязвим. Моя работа по защите социального обеспечения и медицинского страхования основана на давней работе, которую я проводила, защищая пожилых людей от мошенников. Мои ценности не изменились, и очень важно, что будет президент, который действительно и перспективу, которая заключается в том, чтобы поднимать людей, а не избивать их и обзывать. Истинное определение лидера — это понимание, что сила не в том, чтобы опускать людей, а в том, чтобы поднимать их. Я намерена стать таким президентом. Президент Трамп. Прежде всего, мне не дали 400 миллионов долларов, а хотелось бы. Мой отец был строителем из Бруклина, Бруклина Квинса. Он великий отец, и я многому у него научился. Но мне дали малую, крошечную долю от этой суммы, и я превратил ее во многие-многие миллиарды долларов. Многие миллиарды. И когда люди видят это, они даже удивляются. Так что нам не нужно об этом говорить. Фрекинг? Она против него уже 12 лет. Сократить расходы на полицию? Она была против этого всегда. Она отказалась от всего этого. Это очень неправильно, очень ужасно, и все смеются над этим. Да что там, абсолютно все. Она отказалась по меньшей мере от 12, а возможно и от 15 различных политик, например, от идеи сократить финансирование полиции. В Миннесоте она вышла... Подождите минуту, я сейчас говорю, если вы не против. Звучит знакомо? Ложь. Она вышла... В Миннесоте она вышла и хотела выпустить преступников, которые убивали людей. Сжигали Миниаполис. Она начала собирать деньги, чтобы вытащить их из тюрьмы. Она делала вещи, о которых никто никогда не подумал бы. Теперь она хочет проводить трансгендерные операции над нелегалами, которые сидят в тюрьме. Это радикальный левый либерал, который пойдет на такое. Она хочет конфисковать ваше оружие и никогда не разрешит фрекинг в Пенсильвании. Если она победит на выборах, фрекингу в Пенсильвании придет конец в первый же день. Просто чтобы закончить одну очень важную на мой взгляд вещь. Я наладил нефтяной бизнес так, как еще никто не налаживал. Когда они пришли к власти, они начали от него избавляться и цены взлетели до небес. Они обернули вспять все, что было сделано. Я добывал в 4-5 раз больше по сравнению с 3,5 годами ранее. Сейчас они подняли добычу до того уровня, на котором она была при мне, потому что у них не было выбора. Потому что цены на энергоносители выросли в 2-4 раза. Вы видели, что случилось с бензином? Поэтому они сказали, что давайте вернемся к уровню Трампа. Но если она выиграет выборы, то на следующий день после этих выборов они вернутся к разрушению нашей страны, и нефть будет мертва. Ископаемое топливо будет мертво. Мы вернемся к ветряным мельницам и вернемся к солнечной энергии, где им нужна целая пустыня, чтобы получить совсем каплю энергии. Вы когда-нибудь видели солнечную электростанцию? Кстати, я большой поклонник солнечной энергии, но эти станции занимают 400-500 акров пустынной почвы. Это не очень хорошо для окружающей среды, как она понимает. Президент Трамп, у нас еще много вопросов, которые нужно обсудить. Спасибо. Линдси? Всего через 56 дней у нас выборы. Я хочу поговорить о мирной передаче власти, которая, как мы все знаем, является краеугольным камнем нашей демократии, и о роли президента в момент кризиса. Господин президент, с 6 января вы сказали своим сторонникам идти к Капитолию. Вы сказали, что будете там вместе с ними. Страна и мир увидели, что происходило в тот день у Капитолия. Офицеры подверглись нападению. Помощники в западном крыле говорят, что вы наблюдали за происходящим по телевизору из овального кабинета. Вы отправляли твиты, но прошло более двух часов, прежде чем вы разослали видеообращение, в котором попросили своих сторонников разойтись по домам. Есть ли что-то, о чем вы сожалеете в связи с тем, что делали в тот день? Вы забыли упомянуть о том, что остается неосвещенным. Мирно и патриотично. Я сказал это во время своей речи, а не потом. Мирно и патриотично. И никто с той стороны не был убит. Эшли Бэббитт была застрелена вышедшим из-под контроля полицейским, который никогда не должен был стрелять в нее. Это позор. Но мы ничего не сделали той группе людей, которая так плохо себя вела. Я спрашиваю, а как же все те люди, которые вторгаются в нашу страну и убивают людей? Те, которым она разрешила вторгаться. Она была пограничным министром, запомните это. Она была пограничным министром. Она не хочет, чтобы ее называли пограничным министром, потому что ей стыдно за границу. В самом начале она сказала, я удивлена, что вы еще не говорите о границе. Это потому, что она знает, какую плохую работу они проделали. Что насчет этих вторженцев? Когда они будут привлечены к ответственности? Когда эти люди из стран всего мира, не только из Южной Америки, они приезжают со всего мира, Дэвид, со всего мира. И во всем мире из-за этого снижается уровень преступности. Но позвольте мне спросить вас, Дэвид, когда эти люди будут привлечены к ответственности? Когда будут привлечены к ответственности люди, которые сожгли Миннеаполис или Сиэтл? Они вошли в Сиэтл. Они захватили большую часть города. Когда эти люди будут привлечены к ответственности? Вы можете задать ей этот вопрос. Но позвольте мне спросить вас, вы были президентом, вы наблюдали за происходящим по телевизору. Это очень простой вопрос в преддверии следующих выборов. Есть ли что-то, о чем вы сожалеете, что сделали в тот день? Да или нет? Я не имею к этому никакого отношения, кроме того, что они попросили меня произнести речь. Я пришел с речью, я сказал, что думаю, что она станет великой. Я пошел к Нэнси Пелоси и мэру Вашингтона, а мэр, как вы знаете, изложил все в письменном виде. Я сказал, что это будет очень большой митинг, или как вы хотите его назвать. И опять же, это было сделано не мной, это сделали другие. Я сказал, что хочу дать вам 10 тысяч солдат национальной гвардии. Они отказались, Нэнси Пелоси отказалась. Всего две недели назад ее дочь записала видео, на котором она говорит, что несет полную ответственность за случившееся. Сейчас они хотят избавиться от этой записи. Этого бы никогда не случилось, если бы Нэнси Пелоси и мэр Вашингтона выполняли свою работу. Я не отвечал за безопасность. За это отвечала Нэнси Пелоси, она не выполнила свою работу. Вопрос был о вас, как о президенте, а не о бывшем спикере Пелоси. Но я хочу, чтобы вице-президент Харрис ответил. Я была в Капитолии 6 января, я была избранным вице-президентом, я также была действующим сенатором, и я была там. И в тот день президент США подстрекал насильственную толпу к атаке на Капитолии нашей страны. Оскверните наш Капитолий. В тот день 140 сотрудников правоохранительных органов были ранены, некоторые погибли. И поймите, бывший президент был обвинен и подвергнут импичменту именно по этой причине. Но это не единичный случай. Вспомните Шарлотсвиль, где толпа людей с факелами выкрикивала антисемистскую ненависть. И что сказал тогдашний президент, что с обеих сторон были достойные люди? Вспомним, что когда дело дошло до Proud Boys, милитаризированной группы, президент сказал, приготовьтесь и ждите. Так что всем, кто помнит 6 января, я скажу, нам не нужно поминать прошлое. Давайте не будем поминать. Мы не будем поминать. Пора перевернуть эту страницу. И если это было слишком для вас, то в нашей компании есть место для вас, чтобы вы могли выступить за страну, за нашу демократию, за верховенство закона и положить конец хаосу и подходу, направленному на подрыв основ нашей демократии. И будьте ясны в этом вопросе. Дональд Трамп, как кандидат, заявил на этих выборах, что будет кровопролитие, если результат этих выборов ему не понравится. Давайте перевернем эту страницу. Не будем возвращаться в прошлое. Давайте проложим курс на будущее и не будем смотреть назад. Позвольте мне просто уточнить. Это было другое выражение, и оно относилось к энергетике, потому что они разрушили наш энергетический бизнес. Вот где было кровопролитие. Кроме того, по поводу Шарлотсвилля. Эта история, как вы сказали, была разоблачена. Лора Ингрем, Шон Хеннити, Джесси. Они все это освещали. Если добавить еще одно предложение, они увидят, что все было идеально. Эта история была опровергнута почти во всех газетах. Но они все равно продолжают это вспоминать. Так же, как они постоянно говорят о проекте 2025. Они поднимают все эти вопросы. Но я спрошу вас вот о чем. Вы говорите о Капитолии. Почему мы позволяем миллионам людей проникать через южную границу? Почему она ничего не делает? И я скажу вам, что бы я сделал. И я бы этим гордился. Я бы сказал, что мы должны уйти с дебатов прямо сейчас. Я бы хотел, чтобы она отправилась в Вашингтон, округ Колумбия. Прямо во время этих дебатов. Потому что мы тратим время зря. Пусть отправится туда, потому что она была настолько плоха, что это просто нелепо. Пусть отправится в Вашингтон, округ Колумбия. И подпишет законопроект о закрытии границы. Потому что у нее есть право на это. Но им не нужны эти законопроекты. У них есть право президента США на это. Нужно просто поднять их с кровати. Разбудить их в 4 утра и сказать. Давайте идти в офис, пора подписать законопроект. Если он подпишет законопроект о закрытии границы. Все, что ему нужно будет сделать, это показать его пограничной службе, которая является феноменальной. И граница будет закрыта. Эти люди убивают многих людей. В отличие от событий 6 января. Мы говорили про иммиграцию здесь сегодня. Я хочу сосредоточиться на следующем вопросе для вас обоих. Потому что это важно для фокуса на правде в эти времена, в которых мы живем. Господин президент, на протяжении 3,5 лет после того, как вы проиграли выборы 2020-го, вы неоднократно, ложно заявляли, что выиграли. Часто говоря, что победили с большим перевесом. В последние несколько недель перед этими дебатами вы сказали, цитирую, что вы проиграли с небольшим перевесом. Что вы, цитирую, немного не дотянули. Что вам, цитирую, немного не хватило. Я это сказал. Вы сейчас признаете, что проиграли в 2020-м? Нет, я сказал это саркастически. Вы знаете, что было сказано? О, мы проиграли с небольшим перевесом. Это было сказано с сарказмом. Послушайте, есть столько доказательств. Все, что нужно сделать, это посмотреть на них. И они должны были вернуть их обратно в законодательные органы для подтверждения. Я получил почти 75 миллионов голосов, больше, чем любой другой действующий президент. Мне сказали, что если я наберу 63 миллиона, как в 2016, меня не смогут победить. Люди, занимающиеся выборами, не должны никогда сомневаться в честности выборов. Нам нужны две вещи. Стены на границе, это нам нужно. И у нас должны быть честные выборы. Наши выборы очень плохие. И многие из этих нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну, их пытаются заставить голосовать. Они даже не говорят по-английски. Они практически не знают, в какой стране находятся. И эти люди пытаются заставить их голосовать. Вот почему их впускают в нашу страну. Я видел все эти видеозаписи. Я не уловил сарказма о выражении «проиграли с небольшим перевесом» или «мы немного не дотянули». И стоит отметить здесь для ясности, и вы знаете это. Вы и ваши союзники подали 60 дел в суды к различным судьям, многие из которых рассматривали их. Ни один судья даже не взглянул на них. Они сказали, что у нас не было правовой основы. Это совсем другое дело. Можете ли вы представить себе систему, где человек, участвующий в выборах, не имеет правовой основы? Президент США не имеет правовой основы? Вот как мы проиграли. Посмотрите на факты. И я бы хотел, чтобы вы сделали об этом специальный репортаж. Я покажу вам Джорджию, Висконсин и Пенсильванию. И покажу вам, что у нас есть так много фактов и статистики. Но знаете что? Это не имеет значения. Потому что мы должны решить проблему, которая у нас есть сейчас. Это уже прошлое. А проблема, с которой мы сталкиваемся в настоящем, заключается в том, что наша страна находится в упадке. И они довели ее до этого состояния. У нас нация, которая умирает. Дэвид. Господин президент, спасибо. Вице-президент Харрис. Вы слышали президента сегодня вечером. Он убежден, что не проиграл выборы с небольшим перевесом. То есть он все еще считает, что не проиграл выборы, которые выиграли президент Байден и вы. Но я хочу спросить вас о том, что было сказано в последние несколько дней. Это был пост от президента Трампа о предстоящих выборах, которые пройдут всего через несколько недель. Он сказал, что когда он победит, те, кто жульничал на прошлых выборах, а затем он перечислил спонсоров, избирателей, должностных лиц на выборах, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, включая длительные тюремные сроки. Один из главных юристов вашей компании ответил, что они не позволят Трампу запугивать их. Они не позволят ему подавлять голоса избирателей. Считаете ли вы, что он попытается так поступить? 81 миллион человек уволили Дональда Трампа. Давайте говорить ясно. И очевидно, что ему очень трудно это осознать. Но мы не можем позволить себе иметь президента США, который пытается, как он делал в прошлом, подорвать веру избирателей в свободные и честные выборы. И я вам скажу, что как вице-президент США я объездила мир. И мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я общалась с военными лидерами, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы позорище. И когда вы на этих президентских дебатах отрицаете то, что неоднократно признавали суды, а именно, что вы действительно проиграли те выборы, это заставляет задуматься, а не путается ли кандидат справа от меня в своих фактах. Это очень тревожно, и американцы заслуживают лучшего. У вас минута для ответа, господин президент. Позвольте мне рассказать вам о мировых лидерах. Виктор Орбан, один из самых уважаемых людей, его называют сильным лидером. Он жесткий человек, умный, премьер-министр Венгрии. Ему сказали, почему весь мир рушится? Три года назад этого не было. Почему все рушится? Он сказал, потому что вам снова нужен Трамп в качестве президента. Они боялись Трампа, Китай боялся. И я не люблю использовать слово боялся, я просто цитирую его. Китай боялся Трампа, Северная Корея боялась его. Кстати, посмотрите, что сейчас происходит с Северной Кореей. Он сказал, что Россия боялась его. Я остановил строительство газопровода Северный поток-2, а Байден возобновил его в первый же день президентства. Но зато он закрыл строительство Keystone XL. Трубопровод XL для нашей страны, он закрыл его. Но позволил русским построить трубопровод, который идет по всей Европе и направляется в Германию. Самый большой трубопровод в мире. Послушайте, Виктор Орбан сказал это. Он сказал, что самый уважаемый и самый опасный человек это Дональд Трамп. У нас не было проблем, когда Трамп был президентом. Но все изменилось, когда пришел этот слабый, жалкий человек, которого вы видели на дебатах всего несколько месяцев назад. Который, если бы не участвовал в этих дебатах, был бы сейчас кандидатом вместо нее. Она не получила ни одного голоса. Он получил 14 миллионов. То, что вы сделали, это угроза демократии. Вы выгнали его из офиса, когда он получил 14 миллионов голосов. Я открою вам небольшой секрет. Он ненавидит ее. Он ее терпеть не может. Но он получил 14 миллионов голосов. И его выгнали. Она получила ноль. И когда она участвовала в выборах, она была первой, кто выбыл из гонки, потому что провалилась. А теперь она снова участвует. Я не понимаю этого, но я с этим смирился. Потому что думаю, что у нас все будет хорошо. Мистер Трамп, ваше время вышло. Теперь перейдем к израильско-хамасскому конфликту и заложникам, которые до сих пор удерживаются. Среди них есть и американцы. Вице-президент Харрис, в декабре вы сказали, цитирую, Израиль имеет право защищаться. Но вы добавили, цитирую, Важно, как именно. Сказав, что международное гуманитарное право должно соблюдаться. Израиль должен сделать больше для защиты невинных граждан. Вы сказали это 9 месяцев назад. Сейчас, по оценкам, 40 тысяч палестинцев погибли. Почти 100 заложников остаются в плену. Только на прошлой неделе премьер-министр Бенджамин Нетаньяху сказал, что сделки не предвидятся. Президент Байден не смог преодолеть тупик. Как бы вы поступили? Ну, давайте вспомним, как мы попали в такую ситуацию. 7 октября Хамас террористическая организация убила 1200 израильтян. Многие из которых были молодыми людьми, которые просто пришли на концерт. Женщины были ужасно изнасилованы. И поэтому, конечно, я тогда сказала и сейчас говорю, что Израиль имеет право на самооборону. Мы бы тоже защищались. Но важно, как именно это делается. Потому что так же правда и то, что слишком много невинных палестинцев было убито. Дети, матери. Мы знаем, что эта война должна закончиться. Она должна закончиться немедленно. И чтобы она закончилась, нам нужно соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. И поэтому мы будем продолжать работать над этим круглосуточно. Понимая также и то, что мы должны наметить курс на решение о создании двух государств. И в этом решении должна быть безопасность, как для израильского народа Израиля, так и для палестинцев. Но я всегда буду заверять вас в одном. Я всегда дам Израилю возможность защитить себя. В частности, от Ирана и любой угрозы, которую Иран и его сторонники представляют для Израиля. Но у нас должно быть решение о двух государствах, где мы сможем восстановить газу, где у палестинцев будет безопасность, самоопределение достоинства, которого не так справедливо заслуживают. Президент Трамп, как бы вы вели переговоры с Нетаньяху, а также с Хамасом, чтобы освободить заложников и предотвратить новое убийство невинных мирных жителей в Газе? Если бы я был президентом, эта война никогда не началась бы. Если бы я был президентом, Россия никогда бы не зашла в Украину и не убила бы миллионы людей, если суммировать. Я хорошо знаю Путина и при мне там вообще не было угрозы, но сейчас там все гораздо хуже, чем люди думают. Но когда она говорит об Израиле, она вдруг начинает его ненавидеть. Она даже не стала встречаться с Нетаньяху, когда он отправился в Конгресс, чтобы произнести очень важную речь. Она отказалась присутствовать, потому что была на вечеринке своей сестринской группы. Она хотела пойти на женскую вечеринку. Она ненавидит Израиль. Если она станет президентом, я верю, что Израиль перестанет существовать в течение двух лет. Я довольно хорошо предсказываю события, но надеюсь, что в этом случае я ошибаюсь. Она ненавидит Израиль. В то же время, по-своему, она ненавидит и арабское население тоже. Арабы, евреи, Израиль, все исчезнет. Этого никогда бы не случилось при Дональде Трампе. Иран был разорен при мне. Теперь у Ирана есть 300 миллиардов долларов, потому что они сняли все санкции, которые были при мне. У Ирана не было денег ни на Хамас, ни на Хазбулу, ни на одну из 28 различных сфер террора. А это сферы террора, ужасного террора. У них не было денег. Это была большая история, и вы это знаете. Вы очень хорошо ее освещали. У них не было денег на террор. Они были на Мели. Теперь они богатая нация. И теперь они делают то, что они делают. Они вкладывают эти деньги в... Посмотрите, что происходит с Хуситами и Йеменом. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Этого никогда бы не случилось. Я быстро разберусь с этим, а также покончу с войной между Украиной и Россией. Если меня выберут, я сделаю это даже до того, как стану президентом. Вице-президент Харрис, он говорит, что вы ненавидите Израиль. Это абсолютная неправда. Всю свою карьеру и жизнь я поддерживаю Израиль и израильский народ. Он это знает. Он снова пытается разделить и отвлечь от реальности, которая заключается в том, что очень хорошо известно, что Дональд Трамп слаб и ошибается в вопросах национальной безопасности и внешней политики. Хорошо известно, что он восхищается диктаторами и сам хочет стать диктатором в первый же день, по его собственным словам. Известно, что он сказал о Путине, что тот может делать все, что захочет и войти в Украину. Хорошо известно, что он сказал, когда Россия вошла в Украину, что это было великолепно. Известно, что он обменивался любовными письмами с Ким Чен Ином. И абсолютно точно известно, что эти диктаторы и автократы болеют за то, чтобы вы снова стали президентом, потому что им ясно, что они могут манипулировать вами с помощью лести и благосклонности. Именно поэтому многие военные лидеры, с которыми вы работали, говорили мне, что вы позорище. Именно поэтому мы понимаем, что нам нужен президент, который не будет постоянно слабым и ошибающимся в вопросах национальной безопасности, который будет помнить важность поддержания и уважения наших военных. Вице-президент Харрис, спасибо. Именно они, и именно она стала причиной этого. Они проявили слабость в вопросах национальной безопасности, разрешив каждой стране на протяжении года 168 разным странам отправлять людей в нашу страну. Уровень преступности у них в странах значительно снизился. Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказав, надеюсь, она победит. И я думаю, он имел в виду, что то, что ему сошло с рук, совершенно невероятно. Со мной такого бы не случилось. Лидеры других стран думают, что они слабы и некомпетентны. И это так. Они вопиюще некомпетентны. И я просто задаю один вопрос. Почему Байден пошел на то, чтобы уничтожить трубопровод Кистон и одобрить самую большую, крупную сделку, которую когда-либо заключала Россия? Северный поток-2 – самый большой трубопровод в мире, идущий в Германию и по всей Европе. Потому что они слабы и неэффективны. А Байдену, между прочим, платят большие деньги. Президент Трамп, спасибо. У нас еще много вопросов. Мы скоро вернемся, чтобы узнать больше об этих исторических президентских дебатах на канале ABC News из Национального центра Конституции Филадельфии. Вернемся через минуту. Ну а пока длится эта минута, не забудь подписаться на канал, поставить лайки, обязательно подпишись на Телеграм новостей по ссылке в описании. Прямая трансляция из Национального центра Конституции Филадельфии, штат Пенсильвания. С вами снова Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис. Добро пожаловать на исторические президентские дебаты ABC News. Мы продолжаем. И я хочу вернуться к войне в Украине. Этот конфликт длится уже два с половиной года. Господин президент, администрация Байдена придерживалась позиций, что мы должны защитить Украину от России. От Владимира Путина, защищать их суверенитет, их демократию, что это в интересах Америки. Утверждая, что если Путин победит, он может смотивироваться на продвижение в другие страны. Вы заявили, что разрешите эту войну за 24 часа. Вы сказали это сегодня перед самым перерывом. Как именно вы это сделаете? И сегодня я хочу задать вам очень простой вопрос. Вы хотите, чтобы Украина выиграла эту войну? Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни людей, которые бесполезно убиваются миллионами. Именно миллионами. Это намного хуже, чем цифры, о которых вам говорят. Это фальшивые цифры. Послушайте, мы уже вложили 250 миллиардов или даже больше. Потому что они не заставляют Европу платить. Которая является гораздо большим бенефициаром в достижении этой цели, чем мы. Они вложили на 150 миллиардов долларов меньше, чем мы. Потому что у Байдена и у вас не хватает смелости заставить Европу платить. Как это сделал я с НАТО. Они заплатили миллиарды и миллиарды, сотни миллиардов долларов, когда я сказал, либо вы платите, либо мы больше не будем вас защищать. Так что, возможно, это одна из причин, почему они не любят меня, как любят слабых людей. Но вы посмотрите, что происходит. У нас 250-275 миллиардов долларов. У них от 100 до 150. Нужно заставить их уравнять вложения. При всем этом я хочу, чтобы война была улажена. Я хорошо знаю Зеленского и очень хорошо знаю Путина. У меня с ними хорошие отношения. И они уважают вашего президента. Да, они уважают меня. Они не уважают Байдена. Как можно его уважать? За что? По какой причине? Он даже не позвонил никому за два года. Ни с кем не поговорил. Он даже не пытается добиться своего. Это война, которая должна быть решена. Я улажу ее еще до того, как стану президентом, если выиграю, когда стану избранным президентом. И что я сделаю, так это поговорю сначала с одним, потом с другим. Я соберу их вместе. Этой войны никогда бы не было. И на самом деле, когда я увидел Путина, когда я ушел с поста, к сожалению, ушел, потому что наша страна после этого скатилась в ад. Но после моего ухода, когда я увидел, как он собирает солдат уже после моего ухода, я сказал, О, он, должно быть, ведет переговоры, должно быть, он создает сильную точку для переговоров. Но это было не так, потому что Байден не знал, как с ним разговаривать. Он не знал, как это остановить. И теперь миллионы людей погибли. И ситуация становится только хуже. И это может привести к Третьей мировой войне. Не обманывай себя, Дэвид. Мы играем с огнем, с Третьей мировой. И у нас есть какой-то президент. Мы даже не знаем, является ли он нашим президентом вообще. Мы не знаем, президент ли он. Где наш президент? Они выбросили его из компании, как собаку. Мы даже не знаем, он еще наш президент? У нас президент, который не понимает, жив ли он вообще. Мистер Президент, ваше время вышло. Хочу уточнить, вы считаете, что победа Украины в этой войне отвечает интересам США? Да или нет? Я думаю, что в интересах США закончить эту войну и просто покончить с ней. Заключить сделку, потому что мы должны остановить разрушение всех этих человеческих жизней. Госпожа Харрис, хочу услышать ваши мысли о поддержке Украины в данный момент. А также в качестве главнокомандующей, если вы будете избраны. Как бы вы взаимодействовали с Владимиром Путиным? И будет ли это как-то отличаться от того, что мы видим от президента Байдена? Во-первых, важно напомнить бывшему президенту. Вы не соревнуетесь с Джо Байденом. Вы соревнуетесь со мной. Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится за 24 часа, заключается в том, что он просто сдастся. Сдаться – это не про то, кем являются американцы. Давайте разберемся, что произошло. Я действительно встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась, пытаясь силой изменить территориальные границы, нарушить одно из самых важных международных правил и норм, а именно принцип суверенитета и территориальной целостности. Я встретилась с президентом Зеленским. Я поделилась с ним американской разведывательной информацией о том, как он может защитить себя. Несколько дней спустя я отправилась на восточный фланг НАТО в Польшу и Румынию. И благодаря работе, которую я и другие проделали, мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее справедливой защите. Благодаря нашей поддержке, благодаря системе ПВО, боеприпасам, артиллерии, джавелинам и танкам Абрамс, которые мы предоставили, Украина до сих пор остается независимой и свободной страной. Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин уже сидел бы в Киеве. И поймите, что бы это значило. Потому что цель Путина не только Украина. Поймите, почему европейские союзники и наши союзники по НАТО так благодарны, что вы больше не президент. Мы понимаем важность величайшего военного альянса в истории мира, коим является НАТО. И важность того, что мы сделали для того, чтобы сохранить возможность Зеленского и украинцев бороться за свою независимость. В противном случае, Путин уже сидел бы в Киеве с прицелом на остальную Европу, начиная с Польши. И почему бы вам не рассказать польским американцам, коих 800 тысяч прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради того, что вы считаете дружбой с тем, кого называют диктатором, который съел бы вас на завтрак. Вице-президент Харрис, спасибо. Мы услышали вас и ваши точки зрения по поводу Украины. Афганистан будет упомянут. Я хотел бы, чтобы она ответила на то, что вы сказали ранее. Ладно, я отдам вам минуту. Путин бы сидел в Москве. И он бы не потерял 300 тысяч мужчин и женщин. Он бы сидел в Москве. Тише, пожалуйста. Он бы сидел в Москве намного счастливее, чем сейчас. Но в конечном итоге, вы знаете, у него есть кое-что, чего нет у других людей. У него есть ядерное оружие. Они никогда не говорят об этом. Но у него есть ядерное оружие. Никто об этом не думает. И в конце концов, возможно, он его использует. И может быть, это не было бы такой угрозой. Но у него это есть. То, о чем мы даже не любим говорить. Никто не любит говорить об этом. Но чтобы вы понимали, они отправили ее вести переговоры о мире перед началом этой войны. Через три дня после этого Путин начал войну. Потому что все, что они сказали, было слабым и глупым. Они сказали неправильные вещи. Эта война никогда не должна была начаться. Она была эмиссаром. Они отправили ее вести переговоры с Зеленскими Путинами. И она это сделала. А через три дня после этого началась война. Вот такой у нас талант в ее лице. Она хуже Байдена, на мой взгляд. Я думаю, что он худший президент в истории нашей страны. А она войдет в историю как худший вице-президент в истории нашей страны. Но позвольте мне сказать вам кое-что. Она ужасный переговорщик. Они отправили ее на переговоры. Но как только она ушла, Путин начал вторжение. Спасибо, президент Трамп. Вы действительно затронули нечто интересное. Вы сказали, что она поехала на переговоры с Владимиром Путиным. Вице-президент Харрис, вы когда-то встречались с Путиным? Можете уточнить это сегодня. Еще раз повторю, в начале этих дебатов я сказала, что вы услышите множество лжи от этого человека. И вот еще одна. Когда я встретилась с президентом Зеленским тогда, я уже встречалась с ним более пяти раз раньше. Вот реальность. Речь всегда идет о том, чтобы Америка, как всегда, оставалась лидером, поддерживая международные правила и нормы, проявляя силу и понимая, что наши союзы по всему миру зависят от нашей способности заботиться о наших друзьях, а не благоволить нашим врагам, только потому, что вы обожаете диктаторов, вместо того, чтобы заботиться о демократии. И именно это стоит на кону. Президент США является верховным главнокомандующим. И американский народ имеет право полагаться на президента, который понимает значение роли и ответственности Америки в обеспечении стабильности и соблюдении наших принципов, а не продает их в угоду личной похвале. Мы уже говорили про Украину и Владимира Путина. Я хочу поговорить об Афганистане. Эта тема поднималась в начале этих дебатов. Я хочу перейти к Афгану. Столтенберг сказал, что Трамп сделал самое удивительное, что я когда-либо видел. Он заставил эти страны, на тот момент 28 стран, платить. Он сказал, что я никогда такого не видел. Он глава НАТО. Он сказал, что я не видел такого за много лет. Мы почти полностью оплачивали НАТО. Европейские нации обирали нас как на торговле, так и на НАТО. Я заставил их платить, сказав одну из фраз, которую вы уже слышали. Если не заплатите, мы вас не защитим. Иначе мы бы никогда этого не добились. Он сказал, что это одна из самых невероятных работ, которые он когда-либо видел. Спасибо. Я хочу перейти к Афганистану. Эта тема поднималась в первом часу дебатов. И сегодня на Капитолийском холме произошел трогательный момент, когда чествовали солдат, погибших при хаотичном выводе войск из Афганистана. Я хочу спросить вице-президента. Считаете ли вы, что несете какую-либо ответственность за то, как проходил этот вывод? Что ж, я скажу вам, что я согласилась с решением президента Байдена вывести войска из Афганистана. Четыре президента говорили, что сделают это, и Джо Байден сделал. В результате американские налогоплательщики больше не платят 300 миллионов долларов в день за эту бесконечную войну. На сегодняшний день нет ни одного члена вооруженных сил, который находился бы на активной службе в боевой зоне или в любой зоне боевых действий по всему миру. Впервые в этом столетии. Но давайте поймем, как мы дошли до этого. Дональд Трамп, будучи президентом, заключил одну из самых слабых сделок, которые только можно себе представить. Он называет себя мастером сделок. Но даже его советник по национальной безопасности сказал, что это была слабая, ужасная сделка. И вот как это произошло. В обход афганского правительства он вел переговоры напрямую с террористической организацией под названием Талибан. В ходе переговоров Талибан получил 5000 освобожденных террористов Талибана. И это еще не все, просто послушайте. И тогдашний президент пригласил Талибан в Кэмп Дэвид. Место, имеющее большое значение для нас, американцев. Место, где мы чтим важность американской дипломатии. Где мы приглашаем и принимаем уважаемых мировых лидеров. И этот бывший президент, будучи президентом, пригласил их в Кэмп Дэвид. Потому что он понимает роли и ответственности президента США как верховного главнокомандующего, которого должны уважать. И это снова возвращает нас к вопросу о том, как он постоянно унижал и оскорблял членов наших вооруженных сил, павших солдат и работу, которую мы должны выполнять для поддержания силы и уважения США во всем мире. Спасибо вице-президент Харрис. Президент Трамп, что вы скажете в ответ на ее слова о том, что вы начали переговоры с Талибаном? Если мы вернемся в то время, Талибан убивал наших солдат. Много солдат. Снайперами. И я начал взаимодействовать с Талибаном, потому что Талибан занимался убийствами. Это военная сила в Афганистане. Текущая администрация не занимается этим, потому что они всегда имеют дело не с теми людьми. Но я начал взаимодействовать. Абдулла, глава Талибана. Он все еще глава Талибана. И я сказал Абдуле, больше так не делай. Если ты еще раз это сделаешь, у тебя будут проблемы. И он спросил, а почему ты прислал мне фотографию моего дома? Я сказал, тебе придется самому это выяснить, Абдулла. И в течение 18 месяцев после этого у нас не было убитых солдат. У нас было соглашение, которое было заключено Майком Помпео. Это было очень хорошее соглашение. Причина, по которой оно было хорошим, заключалась в том, что мы выходили. Мы вышли бы быстрее, чем Байден, и не потеряли бы солдат. Мы бы не оставили многих американцев, и не оставили бы нового красивого военного оборудования на 85 миллиардов долларов. И, наконец, они все испортили. Соглашение говорило, что текущая администрация должна была делать то и то и то. А они этого не делали. Они не сделали этого. Соглашение было расторгнуто нами, потому что они не сделали того, что должны были. И эти люди провели самый худший вывод войск. И, по моему мнению, это самый позорный момент в истории нашей страны. И, кстати, поэтому Россия напала на Украину, потому что они увидели, насколько некомпетентны она и ее босс. Спасибо, президент Трамп. Я хочу перейти к вопросам расовой политики в нашей стране. Мистер президент, вы недавно сказали о вице-президенте Харрис следующее. Я не знал, что она была чернокожей. Пока несколько лет назад она не стала чернокожей. И теперь она хочет, чтобы ее считали чернокожей. Я хочу задать более глобальный вопрос. Почему вы считаете уместным высказываться о расовой идентичности вашего оппонента? Да я не считаю, и мне все равно. Мне все равно, кто она. Мне все равно. Вы раздуваете из мухи слона. Мне все равно. Кем бы она не захотела быть, меня это устраивает. Но это были ваши слова? Я не знаю, не знаю. Все, что я могу сказать, это то, что я читал, что она не была чернокожей, и она об этом говорила. А потом я прочитал, что она уже чернокожая, и это нормально. Мне все равно, какая она. Это ее выбор. Только ее. Вице-президент Харрис, ваше мнение по этому поводу? Я считаю, это трагедия, когда у нас есть кто-то, кто хочет стать президентом, и кто постоянно пытался использовать расу, чтобы разделить американский народ. Знаете, я верю, что подавляющее большинство из нас понимает, что у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет. И мы не хотим такого подхода, который постоянно пытается нас разделить, особенно по расовому признаку. И давайте вспомним, как Дональд Трамп начинал. Он был владельцем земли, он владел зданиями, и против него вели расследование, потому что он отказывал создавать в аренду недвижимость чернокожим семьям. Давайте вспомним, что это тот же человек, который выкупил первую страницу в газете The New York Times, требуя казни пятерых чернокожих и латиноамериканских подростков, которые были невиновны. Пятеро из Центрального парка. Он разместил статью, призывая к их казни. Это тот же человек, который распространял ложь о месте рождения первого чернокожего президента США. Я думаю, что американский народ хочет лучшего, лучшего, чем это. Он хочет того, кто понимает то, что понимаю я. Я путешествую по нашей стране. Мы видим друг в друге друзей. Мы видим друг в друге соседей. Мы не хотим лидера, который постоянно пытается заставить американцев указывать друг на друга пальцем. Я постоянно встречаюсь с людьми, которые говорят мне, можем ли мы, пожалуйста, обсудить, как мы будем инвестировать в стремления, амбиции, мечты американского народа, зная, что независимо от цвета кожи или языка, на котором говорит их бабушка, у нас у всех одни и те же мечты и стремления. Мы хотим президента, который будет инвестировать в это, а не в ненависть и разделение. Вице-президент Харрис, спасибо. Линдси? Президент Трамп, это уже ваш третий раз. Они это самое разделяющее президентство в истории нашей страны. Такого никогда не было. Они разрушают нашу страну и они придумывают ложь, подобную той, что она только что сказала. Возвращаясь на много лет назад, когда многие люди, включая мэра Блумберг, соглашались со мной по поводу пятерых из Центрального парка, которые признались. Они признали себя виновными. И я сказал, ну если они признали себя виновными, то они не просто сильно навредили, а в итоге убили человека. И сначала они признали себя виновными, а позже уже отрицали свою виновность. Я построил одну из величайших экономик в истории мира, и я построю ее снова. Она будет больше, лучше и сильнее. Но они разрушают нашу экономику, они не знают, что такое хорошая экономика. Их нефтяная политика, каждая политика. И помните это, она Байден. Знаете, она пытается дистанцироваться от него. Я не знаю, как это объяснить, но она это Байден. Самая высокая инфляция, которую мы когда-либо имели. Ужасная экономика, потому что инфляция сделала ее настолько плохой, что она не может от этого оправиться. Спасибо, ваше время истекло. Я хочу ответить кратко. Очевидно, что я не Джо Байден. Я определенно не Дональд Трамп. Что я предлагаю, это новое поколение лидерства для нашей страны. Лидера, который верит в то, что все возможно. Лидера, который приносит чувство оптимизма о том, что мы можем сделать, вместо того, чтобы постоянно унижать американский народ. Я верю в то, что мы можем сделать, чтобы укрепить наш малый бизнес. Вот почему у меня есть план. Давайте поговорим о наших планах. И давайте сравним их. У меня есть план предоставить стартапам налоговый вычет в размере 50 тысяч долларов для реализации их амбиций, инноваций, идей, их усердной работы. У меня есть план в размере 6 тысяч долларов для молодой семьи на первый год жизни их ребенка, чтобы помочь им на этом самом критическом этапе развития их ребенка. У меня есть план, который позволяет людям стремиться к тому, что ускользало в контексте американской мечты. Я предлагаю помощь с первоначальным взносом в размере 25 тысяч долларов для первых покупателей жилья. Вот о чем я считаю, Дэвид, люди действительно хотят говорить сегодня вечером. В отличие от разговоров, которые постоянно сводятся к унижению и обзыванию. Давайте начнем новую страницу. Вице-президент Харрис, спасибо. Давайте перейдем к политике. У нее есть план конфисковать оружие у всех. Президент Трамп, нам действительно нужно перейти к другим вопросам. У нее есть план не разрешать фрейкинг в Пенсильвании или в другом месте. Хорошо, спасибо, господин президент. Вот какой у нее план до недавнего времени. Нам нужно продолжать. Бывший президент дважды сказал что-то, на что я должна ответить. Нет, извините, мы переходим к следующему вопросу, вице-президент Харрис. Это ваш третий раз, когда вы претендуете на пост президента. Вы давно клялись отменить и заменить закон о доступном медицинском обслуживании, так же известный как Обама Кеа. Вам не удалось это осуществить. Теперь вы говорите, что сохраните Обама Кеа, цитата, если только мы не сможем сделать что-то гораздо лучше. В прошлом месяце вы сказали, что, цитата, мы над этим работаем. Итак, сегодня вечером, спустя 9 лет после того, как вы впервые начали свою президентскую гонку, у вас есть план? И можете ли вы рассказать, что это за план? Обама Кеа был ужасным медицинским обслуживанием. Всегда таким был. Сегодня он не очень хороший. И что я сказал, так это то, что если мы сделаем что-то лучше, а мы работаем над этим, мы заменим его. Но помните, я унаследовал Обама Кеа, потому что демократы не хотели его изменить. Они не проголосовали за это. Они были единогласны. Они не проголосовали за изменения. Если бы они это сделали, у нас был бы гораздо лучший план, чем Обама Кеа. Но демократы не проголосовали. У меня был выбор, когда я был президентом. Сохранить его и сделать его как можно лучше, но он никогда не будет идеальным. Или позволить ему сгинуть. И я чувствовал, что у меня есть обязательства, хотя с политической точки зрения было бы лучше просто позволить Обама Кеа сгинуть. Я принял решение и сказал своим людям, а у меня было много хороших людей в той администрации, хотя и плохих тоже хватало, но в отличие от нас, их администрация, в которой тоже есть плохие люди, не увольняет их. У меня был выбор, оставить Обама Кеа и сделать его настолько хорошим, насколько это возможно, или позволить ему погибнуть. У меня были обязательства, и я решил оставить его. Я сделал правильный выбор. Но Обама Кеа никогда не будет идеальным, и он слишком дорогой для людей. И что мы сделаем, так это рассмотрим разные планы. Если мы сможем придумать план, который будет дешевле для наших людей, нашего населения, то я обязательно заменю им Обама Кеа. Но до тех пор я буду сохранять Обама Кеа настолько хорошим, насколько это возможно. У вас все еще нет такого плана, да или нет? У меня есть концепции плана. Я не президент сейчас, но если мы что-то придумаем, я заменю Обама Кеа. Если мы придумаем что-то лучше и дешевле. У нас есть концепции и варианты для этого. И вы услышите об этом в ближайшем будущем. Вице-президент Харрис, в 2017 году вы поддержали предложение Берни Сандерса отказаться от частного страхования, создать систему здравоохранения, которая управляется правительством. Два года спустя вы предложили план, который включал опцию частного страхования. Каков ваш план сегодня? Ну, во-первых, я абсолютно поддерживаю частные медицинские страховки и делала это на протяжении последних четырех лет в качестве вице-президента. Но нам нужно поддерживать и развивать закон о доступном медицинском обслуживании, ACA. Но позвольте мне вернуться к этому, Линдси. Мне нужно ответить на предыдущий пункт, который обозначил бывший президент. Я очень четко выразила свою позицию по фрекингу, а также по вопросу обезьятия оружия. Тим Уоллс и я оба владеем оружием. Мы не собираемся отнимать у кого-либо оружие. Так что прекратите бесконечно лгать об этом. Что касается закона о доступном медицинском обслуживании, ACA, просто посмотрите на историю, чтобы понять, кто и за что стоит. Когда Дональд Трамп был президентом, он 60 раз пытался избавиться от ACA. 60 раз. Я была сенатором в то время, и я никогда не забуду раннее утро, когда этот вопрос был вынесен на голосование в Сенате США. И покойный великий Джон МакКейн, которого вы критиковали, который вам не нравился, но он был американским героем. Я никогда не забуду ту ночь, когда он выступил в Сенате и сказал, нет, вы этого не сделаете. Нет, вы не избавитесь от закона о доступном медицинском обслуживании, ACA. У вас нет плана. ACA сделал так, что страховые компании больше не могут отказывать людям с уже существующими заболеваниями. Мне не нужно рассказывать людям, которые смотрят нас, но вы помните, как это было? Помните, как страховая компания могла отказать в страховании, если у ребенка была астма? Если кто-то пережил рак в груди? Если у дедушки или бабушки был диабет? И, к счастью, будучи вице-президентом за последние 4 года, мы укрепили ACA. И мы впервые позволили Медикеа вести переговоры о ценах на лекарства от имени вас, американцев. Дональд Трамп обещал позволить Медикеа вести переговоры о ценах на лекарства, но он этого не сделал. Мы это сделали. И теперь мы установили потолок стоимости инсулина на уровне 35 долларов в месяц. С тех пор, как я стала вице-президентом, мы ограничили стоимость рецептурных лекарств для пожилых людей до 2000 долларов в год. И когда я стану президентом, мы сделаем это доступным для всех людей, понимая, что доступ к медицинскому обслуживанию должен быть правом, а не просто привилегией тех, кто может себе это позволить. План должен заключаться в том, чтобы укрепить закон о доступном медицинском обслуживании, а не избавиться от него. Это всего лишь пролог к тому, какую позицию занимает Дональд Трамп в этом вопросе. Я хочу перейти к вопросу, который важен для многих. Ошибка номер один. Джон МакКейн боролся с Обама Кеа в течение 10 лет. Но делал это не только он. Все демократы продолжали поддерживать его борьбу. И знаете что? Мы могли бы сделать план намного лучше, чем Обама Кеа, и за гораздо меньше деньги. Но она не хочет улучшать частное медицинское страхование для людей. Это еще одна вещь, которую она не хочет понять. Люди, которые усердно работали и зарабатывали деньги, хотят иметь частную страховку, и они за нее платят. Она же хочет, чтобы все были на государственном страховании, где приходится 6 месяцев ожидать операцию, которая нужна немедленно. Президент Трамп, спасибо. У нас есть еще один вопрос, который важен для многих американцев, особенно для молодых избирателей, и это изменение климата. Президент Трамп, что касается окружающей среды, вы говорите, что нам нужно иметь чистый воздух и чистую воду. Вице-президент Харрис, вы называете изменение климата экзистенциальной угрозой. Вопрос к вам обоим. Что бы вы сделали для борьбы с изменением климата? Вице-президент Харрис, начнем с вас. По одной минуте на каждого. Ну, бывший президент сказал, что изменение климата – это обман. Но мы знаем, что это реальная проблема. Спросите кого угодно, кто живет в штате, который столкнулся с этими экстремальными погодными явлениями. Кому теперь отказывают в страховании жилья или поднимают стоимость страховки. Спросите любого, кто стал жертвой этого, кто потерял дом, лишился места, куда можно приехать. Мы знаем, что можем справиться с этой проблемой. Молодых людей Америки глубоко беспокоит этот вопрос. И я горжусь тем, что за последние 4 года, будучи вице-президентом, мы вложили триллион долларов в чистую энергетическую экономику, при этом также увеличив добычу газа внутри страны до исторических уровней. Мы создали более 800 тысяч новых рабочих мест в производственном секторе. Пока я была вице-президентом, мы настолько вкладываемся в чистую энергетику, что открываем заводы по всему миру. Дональд Трамп говорил, что создаст рабочие места в производстве. Он потерял их. А я также горжусь тем, что получила поддержку Объединенных профсоюзов автомобильных рабочих и Шона Фейна, которые знают, что строительство чистой энергетической экономики включает в себя инвестиции в американские товары и американские автомобили. Оно включает в себя развитие сектора американского производства и открытие автозаводов, а не их закрытие, как это происходило при Дональде Трампе. Вице-президент Харрис, спасибо. Это не произошло при мне. Позвольте мне сказать вам, что в прошлом месяце они потеряли 10 тысяч рабочих мест в производстве. И это продолжается, они все уходят. Они строят большие автозаводы в Мексике. Во многих случаях ими владеет Китай. Они строят эти огромные заводы и думают, что будут продавать свои машины в США благодаря им. То, что они дали Китаю, невообразимо. Но мы не допустим этого. Мы наложим пошлины на эти машины, чтобы они не могли течь в нашу страну. Потому что они уничтожат наши объединенные профсоюзы автомобильных рабочих и любых автомобильных рабочих. Будь то в Детройте, Южной Каролине или в любом другом месте. То, что они сделали с бизнесом и производством в этой стране, ужасно. У нас ничего не осталось. Знаете, Байден закрывает на это глаза, потому что предположительно Китай заплатил ему миллионы долларов. Ему и его сыну. Они получают все эти деньги из Украины. Они получают все эти деньги из других стран. И потом вы спрашиваете, а почему он так лоялен к этому парню из Украины или тому парню из Китаю? Почему он получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы? За что она заплатила ему 3,5 миллиона? Это коррумпированная администрация, и они продают нашу страну за 3 копейки. Президент Трамп, спасибо. Спасибо. Мы вернемся с заключительными заявлениями от обоих наших кандидатов. Это историческая ночь. Это прямой эфир президентских дебатов. ABC News из Филадельфии. Мы вернемся через минуту. Прямо из Национального центра Конституции Филадельфии, Пенсильвания. Снова в эфире Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис. Добро пожаловать. Настало время для заключительных заявлений. И вице-президент Харрис, мы начинаем с вас. Я думаю, что сегодня вечером вы услышали два очень разных взгляда для нашей страны. Один из них сосредоточен на будущем, а другой на прошлом и попытки вернуть нас назад. Но мы не вернемся назад. И я верю, что американский народ знает, что у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет. И мы можем найти новый путь вперед. Этот взгляд включает в себя наличие плана, понимание стремлений, мечтаний, надежд, амбиции американского народа. И именно поэтому я намерен осознать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи, в защиту пожилых людей, в помощь усердно работающим людям и снижение стоимости жизни. Я верю в то, что мы можем сделать это вместе, чтобы сохранить позиции Америки в мире и обеспечить уважение, которое мы так справедливо заслуживаем. Включая уважение к нашим военным и обеспечение того, чтобы у нас были самые мощные вооруженные силы в мире. Я буду президентом, который защитит наши фундаментальные права и свободы, включая право женщины принимать решения о своем теле и не позволять правительству указывать ей, что с ним делать. Я начала свою карьеру как прокурор. Я была окружным прокурором, генеральным прокурором, сенатором США и теперь я вице-президент. У меня всегда был только один клиент – народ. И как прокурор я никогда не спрашивала у жертвы или свидетеля, республиканец он или демократ. Единственный вопрос, который я когда-либо задавала – все ли с вами в порядке? И именно такой президент нам нужен сейчас. Кто-то, кто заботится о вас и не ставит себя на первое место. Я намерена быть президентом для всех американцев и сосредоточиться на том, что мы можем сделать в следующие 10 и 20 лет, чтобы восстановить нашу страну, инвестируя прямо сейчас в вас, американский народ. Вице-президент Харрис, спасибо, президент Трамп. Итак, она только что рассказала, что она собирается сделать это, собирается сделать то, собирается сделать все эти замечательные вещи. Почему же она этого до сих пор не сделала? Она уже 3,5 года на этом посту. У них было 3,5 года, чтобы решить проблему границы. У них было 3,5 года, чтобы создать рабочие места и сделать все те вещи, о которых мы говорили. Почему же она этого не сделала? Она должна прямо сейчас покинуть эти дебаты, вернуться в этот прекрасный белый дом, пойти в Капитолий, собрать их всех вместе и сделать то, о чем она говорит. Но она это не сделала и не сделает. Потому что вы верите в то, во что американский народ не верит. Вы верите в такие вещи, как отказ от фрекинга, отказ от ископаемого топлива, отказ от действий, которые сделали бы эту страну сильной, нравится вам это или нет. Германия попробовала идти по этому пути, в течение года они вернулись обратно к строительству обычных энергетических станций. Мы не готовы к этому, мы не можем жертвовать нашей страной ради плохого будущего. Но у меня есть один простой вопрос, почему она до сих пор не сделала все это? Мы нация, терпящая неудачу, мы нация, находящаяся в серьезном упадке. Над нами смеются по всему миру, повсюду нас высмеивают. Я хорошо знаю мировых лидеров, они встречаются со мной, они звонят мне. Над нами смеются по всему миру. Они все не понимают, что случилось с нашей страной, мы больше не лидеры. Мы не имеем ни малейшего представления о том, что происходит. У нас идут войны на Ближнем Востоке, у нас идет война между Россией и Украиной. Мы в конечном итоге окажемся втянутыми в Третью Мировую, и это будет война, не похожая на все остальные, из-за ядерного оружия и мощи вооружений. Я полностью перестроил наши вооруженные силы, она же отдала большую их часть талибам, она отдала их Афганистану. То, что эти люди сделали с нашей страной, и, возможно, самые ужасные всего, это позволили миллионам людей въехать в нашу страну, многие из которых являются преступниками, и они разрушают нашу страну изнутри. Они – это худший президент и худший вице-президент в истории США. Президент Трамп, спасибо. Это были президентские дебаты ABC News из Филадельфии, из Национального центра Конституции. Я Линдси Дэвис и я Дэвид Мюр. Спасибо, что смотрели нас здесь, в США и по всему миру. И от всех нас в ABC News, доброй ночи.